Девушки отдыхают Мы тебя только завтра ждали А я вижу Интересно, а вы меня с самого отъезда ждете? Или только сегодня? Чуть-чуть подождали Нет, ты все не так понял Понимаешь, некоторые вещи, они вовсе не такие, как ими кажутся Просто мы... Просто у меня голова так болит Это какие-то магнитные бури, наверное Может мне в аптеку метнуться? Я быстренько Так просто постарайся меня понять У меня просто очень тяжелый период был в жизни На работе, нервы, смены руководства И потом ты уехал на целых три дня Два дня? 48 часов У тебя не было 48 часов И меня накрыла страшная депрессия А по-моему, тебя накрыл голый и беспардонный мужик А вы чего молчите, а? Или вам нечего сказать? А-а-а Вы типа выше всего этого, да? Удобная позиция этакого интеллигента Но, неужели вам ничего не хочется сказать? Действительно Как интеллигент? Именно Да вообще-то стучаться надо А вы к кому это, молодой человек? Да Я к себе Я в этом подъезде квартиру снял А-а, так это вы в 38-ю квартиру-то въезжаете? Да, это я в 38-ю въезжаю Здрасте, здрасте Вы знаете, полгорода прочитал, пока такой идеальный вариант нашел Недорого совсем, и квартира уютная Уютная, очень уютная Да Марья Семеновна за ней ухаживала Порядок любила, покойница Да Вы сейчас о предыдущей хозяйке говорите, да? Ну да, о предыдущей, о предыдущей Ей бы на этой неделе 98 лет исполнилось бы Да что вы говорите Да, если б не утечка газа Утечка газа, да? Да Ну, всякое бывает Скажите, а горячая вода всегда есть? Да, горячая вода есть Это хорошо Да, когда холодная есть А холодная бывает только когда свет горит А вот свет, к сожалению, горит не всегда Ну ничего, ничего, как-то прорвемся Ну, квартира просто дешево сдается Ну и плюс ко всему район здесь очень тихий Да, да, район тихий Ну что вот в этом месяце? Только пять квартирных краж было Ну, троих прохожих убила Никто ничего не слышит Тихий раз А почему вы хотите устроиться именно в нашу фирму? Ну а куда? Ну согласен Мы лидеры на этом рынке Но все же Почему вы думаете, что мы должны взять именно вас? Ну а кого? Ну, я понимаю У вас блестящее резюме Но конкуренция очень большая Мы, например, можем взять девушку Закончившую Женевский университет И которая работала в Европе А через два месяца она убежит в декрет и пути и пособие выплачивать Почему вы так думаете? Ну а что она, по-вашему, из Европы вернулась? Ну, пожалуй, вы и правы Кстати, насчет Европы Мы работаем с иностранными партнерами Как у вас с языками? Никак Ну а что я должен их языки учить? Им надо, пускай они учат Хороший подход Мы будем диктовать свои условия Вы знаете, это согласуется с нашим корпоративным духом Ну что ж, ну, могу вас поздравить Вы нам подходите Но вот только один вопрос меня интересует Вот здесь вот вы указали, что за последний год вы сменили, сколько, вот, пять мест работ А почему? Понимаете, проблема в моей патологической честности Но мне кажется, честность, это все же большое достоинство А мне плевать, что тебе кажется, тупой ты занудный болван Да Здравствуй, Коля О, здорово Это тебе Че это? Это справка о составе семьи Ну, не понял А зачем она? Для того, чтобы, Коля, ты знал Что у тебя есть семья Я твоя жена, Лена Доченька твоя, Машенька И сыночек твой, Мишенька А то мы уже забыли, как ты выглядишь без фингала под глазом Лена, ну что, вот это не начинается А я не начинаю Я не начинаю, я заканчиваю твою блестящую спортивную карьеру Да ты как не поймешь, Лен, я не могу без бокса А я не могу без мужа А дети не могут без отца Между прочим, у Миши переходный возраст начался А это не страшно? Просто поменяет весовую категорию и все У меня было такое три года назад Да при чем тут весовая категория? У него характер ломается Ты знаешь, как ему сейчас тяжело? Он просто невыносим Он слушает советы всяких идиотов Ну, я понял А от меня-то ты что хочешь? Поговори с ним, Коль Может, он и тебя послушает Добрый день, капитан Удалой Вы что, вообще ничего не замечаете? Простите, слушайте, я сразу не заметила Ваша форма новая Ой, я поздравляю вас, вам очень идет Слушайте, какая форма? Вы там знак видели? Точно такой же, сто процентов, уже когда-то видела Вы знаете, я поэтому и на знаки перестала обращать внимание Потому что они все время повторяются Все время одно и те же Знаете, сначала интересно, а потом как-то, ну, это и дает Что, вы удивитесь, не думаю? Там знак одностороннее движение Это значит, ехать можно только в одну сторону А я, по-вашему, что, в две стороны, что ли, еду? Ну, у меня машинка так не умеет Знак одностороннее движение означает, что ехать можно только туда Дурацкий знак, а если мне нужно ехать туда? Если вам туда надо, езжайте по соседней улице Там можно только туда Слушайте, удобно? Правда, вы сами придумали? Вы молодец Это написано в правилах Короче, я вам выписываю штраф Ой, не надо, товарищ капитан, пожалуйста Не надо нам штраф выписывать У меня машинка новенькая, простите ее Она еще всех правил не знает Добрый, дядя хороший, сейчас отпустит с богом Вы что, совсем обнаглели? Я? Да, вы Нет Вы же этот курсовик из интернета скачали Я сам ее сделал Да? Сам Тогда почему я пятый раз уже за день эту курсовую проверяю? Ну, потому что у меня ее украли и выложили в интернете Это очевидно А, понятно, ясно Значит, и я у вас ее украл А вы тут при чем? Да, при том Этот самый курсовик 20 лет назад я собственноручно написал Дмитрий Юрьевич, тут, поймите, такая ситуация Ну Я живу прям рядом с женским общежитием Очень сложно сосредоточиться Там Там вот Ну, понятно, ну, понятно Гармония, граут, понятно Ну, это же не повод Нет Ну, хорошо, ладно Знаете хоть на какую тему это диссертация? Ну, правильно, правильно Первая буква правильна Ну Э Э Элементарные частицы атома Ну, вот эти Хорошо Ну, а теперь расскажите мне что-нибудь про атомы Ну, это сейчас Извините, пожалуйста, я учебник забыла Можно забрать? Ну, конечно, конечно Спасибо, извините Забери, забери Ну, что вы там увидели? То, как интересно Сгруппировались Атомы А-а-а-а А-а-а А-а-а Александр Сергеевич, напугали Я смотрю, шевелится что-то Нервный ты, Витя Беспокойный Живой, короче, слишком Для работы в морге Я не вас удивляюсь, Александр Сергеевич Что вы лет в морге работаете? Такой спокойный Чтоб тут работать, Витя Философ он надо быть Ну, тебе этого не понять Ты же не женат А что мне? Секса у меня и так много А готовлю я себе сам Вот интересно Что напишут в твоем Патологоанатомическом заключении У него было много секса Или он готовил себе сам Эти ваши шуточки, Александр Сергеевич Мне тут и так не по себе Вчера на вскрытии Чуть в обморок не упал За компьютером тебе сидеть Больше надо, Витя Тогда вскрытие бояться перестанешь Потому что нервы крепче станут Потому что зрение ослабнет А когда не видно Оно и не страшно Звонят Да Здравствуйте, а это регистратура? Нет, это морг Ой, простите, пожалуйста Мне к вам еще рано Ничего, мы подождем Ну поехали, Виктор, поехали Послал же бог зятя Никогда ничего не успеваешь Едвига Ивановна Я не виноват Просто сложно, знаете ли, нести на себе весь магазин Так тебе не стыдно Я в твоем возрасте еще больше носила О, я не сомневаюсь Вы ведь как-то выносили мою жену? Кстати, о Леночке Надо купить Леночке бананчиков Леночка лучше любит бананчики Ваша Леночка не бананчики любит Она пожрать любит Как тебе не стыдно Леночка всегда для тебя все делает Да, делает все для меня А ест сама Зато она очень умная Очень Вот тут не поспоришь Очень умная Это ж надо додуматься Ногу о пылесос сломать, а? Он, видите ли, ее током ударил А она его в ответ Она обязательно изменится Ты хочешь знать? Я в молодости тоже была очень наивная Глупая, некрасивая И очень богатая Знаете, мама А вы прекрасно сохранились Фарма! Ты что, ты что, хватит Хватит, хватит Ты и так уже всю зарплату спустил Моя зарплата Я хочу, да и делаю Да в том-то и делаю, что уже моя Иди за мной, Вась Извинись Ложи спать Я не гею в своей тактике, а? Чуть-чуть сразу извиняться Пойми, мы варены с тобой Пойми, они перед кем не извиняются Всякие тросые слабаки извиняются Вон, вон, все два драных козла старых Пусть они стоят перед бабами на коленях А нам до них еще далеко Ну ты придурок, Вася Это ж зеркало! Мить, Мить А с кем ты, Кузнецов, пришел? У него что, новая жена? А, частично Как это частично? Еще низ от старой Базовая модель старая, губы новые Это ты, Ирка, что ли? Мама дорогая Слушай, а я ее за этими губами И не сразу-то заметила Ну так в этом-то и фокус Большой эффект малыми средствами Жена, считаешь, что так лучше? Вот ты, как мужчина, скажи мне Это что, красиво? Ну как? Ну, мне просто Ирка никогда особо не нравилась Но губы ничего смотрятся Ну, как-то отдельно от нее Мить, а скажи мне А тебе какие женщины больше нравятся? Умные или красивые? Ни те, ни другие Угу Ты же знаешь, я только тебя люблю Слушай, ты не одолжишь мне пятихотку? Не, я отдам У друга горя Друга сегодня хоронит А он Деньги на Бухова занимает Да я только традицию поддержать А-а Колька, между прочим, моим лучшим другом был А? Да А я думал, я твой лучший друг Да я тоже так думал Пока ты мне одолжить не отказался То есть Ты со мной дружбу водишь ради денег Деньги тут вообще ни при чем Главное это внимание А-а Тогда нет проблем Внимание Кольку Несут Нет, ты видал? Он неплохо выглядит Еще бы Он с понедельника не пил Уважаемый суд Я совершенно убежден, что моего подзащитного судят ни за что Перед вами самое доброе существо в нашем городе Каждые выходные он ходит в парк и кормит голубей Представляете? А вот у меня сведения, что он ходил в парк с другой целью Он неоднократно заходил в близлежащие магазины Брал продукты и не платил за них Так он не для себя Он для голубей Икра, виски, сыр, колбаса для голубей Ну а что вы думаете? Голуби любят только хлебные крошки? Голубям тоже иногда полезно разнообразить свой рацион Несколько человек опознали В подсудимом того, кто вымогал у них деньги А, жалкие завистники Они позавидовали голубям А зачем он снял с потерпевших часы и ботинки? Я думаю, что мой подзащитный сам в состоянии это объяснить Значит так Подходят ко мне в парке двое И говорят Снимай часы Снимай ботинки И что вы сделали? Ну я и снял С одного часы, а с другого ботинки Для голубей Боярышника у вас есть? А боярышника нет Ну даже если был, я бы вам все равно его не продала А у вас случайно не Гитлер фамилия? Почему вы издеваетесь? Я бы вам его не продала Нет, моя фамилия не Гитлер Гитлер Не Гитлер Я не издеваюсь По распоряжению мэра Все спиртосодержащие настойки Отпускаются только по предписанию врача Вот У меня сосед ветеринар Мы с ним целый день пили И он мне дал устное предписание Пойти и взять что-нибудь спиртосодержащее Мы еще знаете Ситуацию в Сирии не обсудили Ну-ка завтра значит обсудите У вас вообще сострадание есть? Там люди гибнут А она завтра Тут каждый час промедления Это же, это, это, ну, дай пол-литра медицинского спирта Внеси свой вклад в урегулирование ближневосточного конфликта Пожалуйста А я вам еще раз говорю, что без рецепта не продам У вас есть рецепт? Рецепт у меня есть К пол-литре надо добавить 750 грамм кипяченой воды Две столовые ложки сахара И наливающий руку Всем патрульным машинам Кто-нибудь находится рядом с публичной библиотекой? Да, 315-й, я тут совсем рядом 315-й, срочно зайдите в здание библиотеки Понял, а что там случилось? Ничего там не случилось, это же библиотека, что там может случиться? Спросите, кто написал роман «Унесенные ветром»? Семь букв А есть ли кто-нибудь рядом с Ленинской библиотекой? С Ленинской библиотекой рядом кто-нибудь есть? Есть ли кто-нибудь в районе Ломоносовской библиотеки? Есть ли у кого-нибудь совесть? Совесть у кого-нибудь есть? Инспейджерская, запрашиваю 285-й 285-й на связи Да, 285-й, прием С рамилия автора «Унесенных ветром» Митчелл с двумя «Л» на конце У меня теща просто эту фигню читает Да Да, принял 285-й Срочно направляйтесь в район МГУ Там заберите двух голых девок с плакатом «Долой домогательство преподов» Принято Принято Приняли, приняли Так, стоп, стоп Я сказал 285-й Только 285-й Остальные 20 машин вернитесь в районы планового патрулирования В армии в основном действуют те же законы природы, что и на гражданке Пример Зимой снег, летом жара, на обед картошка Скажите, пожалуйста А что важнее, законы природы или конституция? Дурацкий вопрос По закону природы Через 18 лет после вашего рождения Вам исполнилось 18 лет По конституции Вы должны служить в армии Но здесь вы Благодаря вашему военкому То есть Получается, военком Важнее законов природы И конституции Получается, что так Только понимают все это очень поздно Когда уже в армию попали Пишем дальше Если камень Подбросите вверх То он упадет на землю Это на него действуют Законы земного притяжения А если он в воду упадет? А это нас не касается Если камень упадет в воду Пусть им в морфлоте занимаются Вот именно Представляешь? Я ему говорю Сиди дома, делай что хочешь Ну да Чем бы дитя не тешилось Лишь бы не вешалось Ну вот И уезжаю, значит, на дачу А тут бац И через два часа дождь Я, короче, возвращаюсь домой Открываю дверь И чувствую запах Прикинь Парфюм Ну думаю, беда Мой, значит, что-нибудь натворил И духи мне купил Чтоб я не очень ругалась Ну, короче, сбегаю в спальню И там На моем любимом покрывале Прямо в центре рисунка леопарда Лишит, значит, мой Колька Ну да Да в том-то и дело, что не один Нет, ну ни стыда, ни совести А? Ну точно Да нет, я тоже так сначала подумала Пока под ним шевеление, значит, не началось Да если бы с бабой В том-то и дело, что не с бабой Ой, у меня сейчас все терпение кончится Бабуля, вы помолчали, наверное, немножко, хорошо? Лен, не могу больше говорить Выходить, надо на работу Опаздываю Короче, я тебе часиков в шесть Позвоню, когда с работы Поеду, давай, все, целую Пока, ага Успел? Успел, успел Ну, а чего вы смотрите? Все в сборе Давайте звоните своей подруге Лене Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова